Парикмахерские и салоны красоты начали повышать цены. Лично я это ощутила на себе совершенно недавно. Вместо привычных 1300 рублей я дала за маникюр 1600. Чем это вызвано, попробуем разобраться сегодня. Поговорим не только с бьюти-мастерами, но и с их поставщиками. Первой и основной причиной подорожания считают рост цен на одноразовые расходные материалы. Парикмахер должен быть в одноразовом халате, он должен иметь маску, он должен иметь перчатки и шапочку. В некоторых случаях бахивы. Все это, конечно, вкладывается в цену, в конечную цену потребителя. Например, маска сейчас стоит в 4 раза дороже минимум. Упаковка одноразовых перчаток теперь стоит 1500, хотя раньше ее можно было приобрести за 400-500 рублей. А один полный боекомплект для мастера красоты стоит около 200 рублей. И после каждого клиента по правилам его необходимо обновлять. Облучатели-рециркуляторы также подскочили в стоимости с 5000 рублей до 20. Антисептики расходуются в 3 раза быстрее. В каждом кабинете уходит практически по 3 банки. Мы сейчас работаем в новом режиме. У нас сейчас появился интервал между клиентами, и, соответственно, мы принимаем сейчас меньше клиентов. Получается так, что сейчас салон работает практически в ноль. Впрочем, многие салоны взяли эту ответственность на себя и постарались сохранить прежний прайс. В основном это те, кто успел сделать закупку материалов до пандемии. В нашем салоне стоимость маникюра с покрытием гель-лак стоит 1900 рублей. Мы эту цену поднимать на сегодняшний день не планируем. И стараемся держать эту цену до тех пор, пока имеем стратегический запас расходных материалов. Также продолжаем заниматься поисками одноразовой продукции по ценам, хотя бы приближенным к тем, которые были ранее. Запасов у салонов должно хватить в среднем на 2-3 месяца работы. Ситуация осложняется еще и тем, что границы пока закрыты для свежих поставок косметики. Поставок из-за рубежа еще не было. Мы пока находимся и выбираем то, что было на складах Москвы. У нас свои запасы были, запасы в Москве были на складах. Вот это еще распродается. Нового поступления еще не было. Но то, что будет, оно тоже предусматривает повышение цен изначально не более чем на 10%. Всеобщий ажиотаж был лишь вокруг одноразовых материалов. Сейчас спрос потихоньку снижается, а вместе с этим и стоимость. Дефицита нет, как утверждают представители бьюти-сферы, так что ожидать новых скачков цен не стоит. И даже наоборот, возможно, скоро все вернется в прежнее русло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова